Давайте ответим на вопросы, которые мы слышим чаще всего. Уже было несколько вопросов в чате, и я призываю вас писать еще. Постараемся ответить на как можно больше их количества. Ну, давайте начнем. Про всегда ли есть ученики, где мы их берем? Это хороший вопрос. В настоящий момент в Skyeng и SkySmart это, в общем, два бренда, два брата-акробата, два бренда, которые один для взрослого, другой для детей. Бренды-родственники. У нас учится 140 тысяч человек, 140 тысяч учеников. Да, есть еще SkyPro, это дополнительное образование, университет дополнительного образования. Там еще несколько тысяч человек. Но вот мы сейчас говорим про наши бренды, связанные с преподаванием языка. Мы не только занимаемся английским, у нас есть еще математика, русский язык, общество знания, физика. Да, вот все уроки, все-все практически предметы линейки К-12. Нет географии, нет истории, нет биологии, литературы, ну и какое-то там черчение по понятным причинам. Вот. Это поэтому, ну, английский, конечно, является самым большим предметом, и взрослый, и детский. И что касается учеников, и где мы их берем, мы берем их там же, где и все, то есть на рынке. Я уверен, что если вы смотрите каких-нибудь блогеров в Инстаграме, в Ютубе, где угодно, от рекламы Skyeng'а вас уже может даже немножко коробить, потому что мы есть везде. Мы есть у Дудя, мы есть у Непознера, мы есть у Шульман, мы есть у жены Джигана, у Ксении Собчак. Вообще везде, где только можно, и даже в каком-нибудь, не знаю, в торговом центре в Екатеринбурге после рекламы «Покупайте двери в павильоне 142», будет реклама SkySmart, все получится. У нас довольно агрессивный маркетинг, поэтому у нас очень много учеников. Что касается сезонности, да, то, да, безусловно, она, как и у всех, присутствует, но могу сказать, что в этом году у нас, ну, 2020 год был особенный, потому что это был год пандемии, никто никуда не ездил, сезонности не было вообще. В 2021-м тоже, вы помните, что у нас были ограничения, QR-коды, вот это все, и тоже как бы сезонность была довольно сглаженная, потому что делать было нечего людям, и, в общем, учились. В этом году сезонность прибыла, ну, выраженная, несмотря на все внешние обстоятельства, но выраженная она была у детей, да, у нас стало гораздо больше учеников по детским предметам, и вот там в русском, в математике, в общество знаний эта сезонность достаточно существенная. В английском такая, далеко не такая, да, часть детей тоже уходит на каникулы, но все-таки даже летом, ну, мы свои полмиллиона уроков проводим ежемесячно, поэтому с учениками есть иногда периоды, где их поменьше, есть, где их побольше, но вот сейчас у нас по 7 тысяч... Ой, это, наверное, нельзя вслух говорить, не уверен, что можно. В общем, много у нас новых клиентов ежедневно. Да, про оформление. Поэтому тут переживать точно не нужно, мы входим в высокий сезон, сейчас начнется октябрь, октябрь-февраль – это два топовых месяца, когда больше всего учеников и родители учеников принимают решения об обучении, и здесь потоки будут, правда, очень большие, как каждый год бывает. Как происходит оформление? Давайте к следующему слайду, чтобы картинка была. Ой, картинки нет. Ладно, тогда расскажу без картинки. Значит, у нас, в общем, единый путь для всех преподавателей. Вы регистрируетесь на сайте. Все данные о том, как зарегистрироваться, будут вам отправлены при желании, ну, чтобы сейчас совсем уж рекламой не заниматься, себя, будут отправлены в письме после вебинара, и вы регистрируетесь на сайте. Дальше вы проходите, ну, такое небольшое аудиоинтервью, если это английский язык, либо тест, если это какой-то другой предмет. После этого вы идете на небольшое обучение, связанное, ну, совсем тоже короткое. Вот оно здесь обозначено фразой знакомства с Вимбокс. Ну, действительно, наша платформа хоть и простая, но все-таки это инструмент, который незнаком, и с которым нужно хотя бы понять, что там можно делать на этой платформе. Поэтому познакомиться с ней нужно, чтобы вы хотя бы чувствуете себя относительно уверенно. Я думаю, что с любым сервисом, с которым вы знакомитесь впервые, он требует какого-то, то, что называется, туториал. Вот это вот. Ну, и дальше есть тренировочный урок, да, к нему можно подготовиться, можно пройти буквально через 3-4 часа после того, как вы зарегистрировались, если вы абсолютно все уверены, у вас там за плечами 20 лет опыта, вы учили всех. У меня был преподаватель знакомый, который, скажем, тоже, у которого ученица была, например, одна из, скажем так, ведущих телепрограмм о здоровье. Такая очень популярная, много мненов про нее, не будем называть слов. Вот, вот если вы преподаватель с таким колоссальным опытом учили всех подряд, то там за 4 часа вполне до тренировочного урока можно дойти. Если вы чувствуете, что вам нужно разобраться, контент посмотреть, можно сделать, конечно, это в своем темпе. Тренировочный урок – это такое мероприятие с методистом, когда… Я сам, кстати, вел тренировочные уроки какое-то время назад, и довольно много чего интересного там было. Были прекрасные преподаватели, были очень интересные преподаватели, были очень особенные, разные бывало. На тренировочном уроке методист исполняет роль ученика, а потом дает вам фидбэк по уроку, что было хорошо, что было не очень, как это можно исправить, на что обращать внимание следует. Дает также комментарий по тому, что на платформе было использовано, что можно было бы еще использовать. То есть это такой еще элемент обучения, что ли, да, когда понятно, что там ознакомиться со всем функционалом платформы, просто он простой, но его много. И это там за короткое время не всегда получается. И вот методист тоже призван помочь, да, как использовать там словарь, например, как заметки использовать, в каких случаях. Тоже полезная информация. Вот, ну и дальше вы заполняете, собственно, профиль. Профиль нужен нам для чего? Ну, то есть что такое заполнение профиля? Нам нужна фотография, нам нужно описание. Потому что у нас выбор преподавателя осуществляется двумя путями. Либо это сам ученик делает, он заходит, говорит, я хочу заниматься английским, у меня такие интересы. Я вот планирую изучать такой курс. Ну, абсолютное большинство учеников изучают обычные, general курсы, ну, такие общие. Но некоторые хотят какой-нибудь специализированный для бизнеса или для какого-нибудь, не знаю, мореходства, простите, господи. Такие тоже есть. В общем, хочу, чтобы преподаватель со мной поддерживал такую-то лексику. И вот у меня такое время свободное, я в это время могу. Ему из всего списка подбирается несколько преподавателей, там от пяти до бесконечности, сколько есть, которых он может выбрать. Но для того, чтобы мы могли ему преподавателей показывать, нужно, чтобы мы о преподавателях многое знали. Поэтому профиль – это довольно важная вещь, да, и описание должно быть соответствующее. Если у вас есть опыт проживания на других странах, либо опыт такой, как у Тамары, например, то, конечно, о нем следует не скрывать. Не следует его скрывать, скажем так. Вот. Поэтому оформление профиля – это достаточно важный момент. Что касается оформления уже отношений, то мы предлагаем для преподавателей из России самозанятость, для преподавателей не из России договоры с нероссийскими юридическими лицами. Потому что, ну, если вы там живете и являетесь, не знаю, резидентом или имеете вид на жительство в стране, какой-то европейской или другой, любой другой, то это довольно затруднительно взаимодействовать в текущих условиях с юридическим лицом из России. Поэтому у нас есть некоторые другие опции для преподавателей, которые живут в других регионах. Ну, раньше это было по-другому чуть-чуть, теперь, к сожалению, вот так. Но мы выход нашли, тем не менее. Для Беларуси, да, для Польши, для Узбекистана вы заключаете договор с киберскими юридическими лицами. Вот. С российским нет. Потому что из России вы в Польшу точно деньги никак не получите. Ну, ни при каких обстоятельствах сейчас. Даже с ВИФТом. Да. Я про урок с методистом хотела добавить. Я читаю чат, и здесь возникают вопросы. Вот вопрос от... Любовь задала вопрос про курс по руководству визуальное обучение по платформе. И также выше были эти вопросы несколько раз именно про обучение. Тут не надо переживать, потому что вот той информации по ТУ, ее будет достаточно для этого урока. Но потом, когда вы его уже прошли, вам предоставят материалы и вам предоставят целый курс по работе с платформой. Поэтому эта информация вам будет предоставлена. И еще по уроку с методистом, просто поделюсь личным опытом. Я плохо помню этот урок. Я сразу говорю. Я помню, что он прошел хорошо и весело. Но главное не волноваться и главное быть собой. Потому что у каждого из нас очень разный стиль преподавания. И это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Кто-то более статичный, кто-то более методичный, кто-то более живой, оживленный. И это все очень классно. Это ваш индивидуальный стиль. И очень важно, чтобы ваш стиль соответствовал с учениками, которые вам будут потом, основываясь тоже немаловажно на вашем стиле, преподавания подыскивать. У меня все. Да, простите, отвечал в чате, отвлекся. По поводу, да, с разными странами мы, в общем, работаем. У нас, как и у всех, были проблемы в марте. Здесь не буду ничего скрывать с выплатами. Они были действительно сложными. Нам пришлось, и они, в общем, какое-то время сохранялись для части пользователей в апреле. Но вот последние, наверное, выплаты четыре, они у нас раз в две недели. Мы больших сложностей у нас нет. Да, у нас там есть проблемы у некоторых пользователей с картами, которые почему-то... Про проблемы на, по большей части, на стороне банков-эмитентов, которые как-то выпустили. Но глобальных проблем нет. Они были, да, были такие прям непростые времена. Но мы систему полностью финансовую всю пересобрали. Сложный был период. Теперь мы нормально платим и в Канаду, и, правда, PayPal работает. И по всем прочим географическим направлениям. Про, а можно ли получать 100 тысяч больше? Можно? Давайте на следующий слайд. Для первой выплаты можно провести хотя бы один урок. Просто выплата у нас по фиксированным датам по компании следующая, как раз на следующей неделе. Она идет три дня. Ну, мы даем себе три дня на то, чтобы все выплатить. Ну, как правило, ко вторнику уже почти все уходит на счета. Да, там еще один день нужен для корректировок. Там кому-то что-то не дошло. Еще какие-то вещи. Ну, то есть, чтобы бухгалтерия подвела итоги. Поэтому, если у вас проведен один урок на балансе, ну, то есть, один урок вы провели, то даже за один урок вы получите выплату в тот период, в который выплата происходит. Про 100 тысяч. Да, конечно, преподаватели, которые зарабатывают столько и больше. Есть несколько преподавателей. Ну, тут уже совсем, здесь цифра уже просто двухзначная. Учитывая, что у нас количество преподавателей в общей сложности в школе в пятизначных числах выражается, то ее писать не так показательно, как здесь. Но, да, у нас довольно много, 270 человек довольно много зарабатывают 100 тысяч в месяц как минимум раз в год. Некоторые зарабатывают регулярно. Поэтому, ну, это вполне реальная возможность. Да, конечно, средняя стоимость, средняя зарплата ниже. Это тут безусловно. Но у нас среднее количество уроков, которые ведут преподаватели. Понятно, что есть те, которые ведут и по 150 в месяц, а есть те, которые ведут и по 20, но за 20 уроков 100 тысяч заработать у нас, правда, нельзя. Я не знаю, есть и репетиторы, которые получают по 5 тысяч за урок. Точно есть, но думаю, что я их очень много. Вот, поэтому, отвечая на этот вопрос, да. Да, если мы берем, например, границу в 60 тысяч или в 50 тысяч рублей, то мы увидим, что здесь у нас где-то около 3,5 тысяч в среднем преподавателей имеют такой доход. Так. Так, по направлению премиум. Ну да, естественно, у нас есть разные, как я уже сказал, разные направления и английские, и разные предметы. И внутри предметов есть, скажем, премиальный английский, который стоит дороже и для ученика, и для преподавателя, соответственно. И есть такой дженерал английский, который стоит несколько меньше и там, и для одних, и для других. Ну вот, практически все преподаватели, которые перечислены, которые входят в это число 270, они именно из премиума. Часть из них еще нейтивы, но понятно, что они получают в валюте в своей, но это в пересчете на рубли, даже по текущему курсу. Нейтивов у нас, правда, не очень много сейчас, ну, в абсолютном выражении, но тем не менее есть. Ну и понятно, почему, но их не очень много. Тоже по политическим причинам, во многом. По премиуму у нас... Можно назад, пожалуйста, да. По премиуму. Есть премиум во взрослых и в детях. Во взрослых, в общем, ученики от 18 лет, во взрослых только в английском. У нас для взрослых есть еще несколько направлений, но премиум есть только в английском. Для чего люди выбирают премиум? Ну, как правило, это английский для специальных целей. Про поводу, с какой ставки идет оплата, я отвечу на следующем слайде. Не торопите события, пожалуйста. Да, для чего люди выбирают, собственно, премиум? Как правило, это подготовка к международным экзаменам. Даже несмотря на то, что сейчас IELTS в России сдать невозможно практически, но его можно сдать в Грузии, в Узбекистане, в Казахстане, в некоторых в Армении, в некоторых других странах. Спрос на это направление не особенно упал. Ну, то есть подготовка к IELTS по-прежнему один из таких популярных, одно из популярных направлений. И если у вас есть опыт подготовки к этому экзамену, или вы сами сдавали на хороший балл, там от 7,5 и больше, то в премиум мы вас точно будем ждать, прям вот сходу, потому что нам действительно очень нужны преподаватели, которые знают формат экзамена и могут к нему готовить. Правда, очень перспективно. TOEFL чуть менее сейчас популярна, но тоже, в общем, пользуется спросом. Линейки там других экзаменов, тембрических, например, FCE, CIE, CPE, еще чуть менее популярны, но и все остальные там, они занимают сильно дальние места, и бег, и булотцы, и какие-то там еще. Довольно частый запрос в премиуме. Это английский для специальных целей, ESP, так называемый, и здесь могут быть запросы самые разные. Да, там есть какие-то, ну, есть запросы более-менее популярные, это бизнес английский, там, ведение переговоров, не знаю, job interview, что-нибудь в этом духе, но есть и запросы какие-нибудь совсем редкие, особенные, про малиходство я сегодня говорил, вот есть такие. И к ним, к ним понятно, что у нас нет, там, для, не знаю, для парусников, там, был у нас один студент, который, значит, хотел школу открыть парусного спорта, и ему нужно было готовиться, ну, ему нужно было знать про ватролинии, всякие, я не знаю, шпангоуты, не очень владею даже на русском языке терминологии, вот, мы долго ему подбирали преподавателя, но нашли, есть и такие среди нас. Если у нас есть такой запрос особенный, да, понятно, что у нас есть служба метод поддержки, которая поможет с материалами, ну, как бы курс писать, никто не будет под такой узкий запрос, естественно, поэтому два человека в год, ну, абсолютно не рентабельно. Поэтому есть специальная служба метод поддержки, которая помогает с материалами, если есть какой-нибудь такой специфический запрос, поэтому тоже очень сильно бояться не нужно. Про технический английский, да, тоже запросы есть, не могу сказать, что очень они популярны, в основном это в большей степени, ну, то есть если мы там из ESP берем топ-3 тематики, то я думаю, что номер один это будет бизнес, я не думаю это точно, на втором месте будет IT и на третьем месте будет либо логистика, либо медицина, ну, вот из популярного, как-то так. Баскетбол, не знаю, никогда не слышал, вот честно, может быть, есть студенты, понятия не имеют. Вот, а что нужно? Вот нужно тоже, вот когда такие достаточно узкие запросы происходят, баскетбол, волейбол, молекулярная химия, здесь надо смотреть, вот именно по баскетболу можно собрать, например, неплохой курс из того, что есть в общих даже материалах, в общих курсах, можно собрать материалы, плюс дополнить это, то есть что такое баскетбол, с кем он будет общаться, вы это все выясняете на первом уроке, у него будет общение, какой-то бизнес-общение, рабочее общение с кем-то, или ему просто надо подобрать вокабуляр по баскетболу, это проработать, это разные запросы, и в принципе их всем можно удовлетворить, опять же, методисты помогут в случае чего они подберут нужный вокабуляр, но в принципе основной скелет можно собрать с легкостью по платформе. Да, согласен, по нефтянке есть тоже, про дриллинг, какой-нибудь оффшор дриллинг, и вот это вот все есть. Что касается требований, которые у нас есть к преподавателям премиума, это наличие высшего образования, уровень от C1, и опыт преподавания от трех лет, ну вот это обязательные вещи. Очень приветствуется, да, у нас всегда в скелете конкурсный отбор, ну то есть у нас там, не знаю, может прийти тысяча кандидатов, а нам, например, нужно 70, да, и понятно, что мы сможем взять не всех, поэтому у нас всегда есть элемент конкурса, и там очевидным преимуществом является какая-то специализация. Либо вы хорошо работаете с экзаменами, либо вы профессионал в какой-то сфере, и можете поддержать там диалог на профессиональные темы, это всегда является преимуществом, ну как бы безусловно. Вон, там, понятно, что в премиуме там такие, в общем, 60% учеников тоже учатся по дженералу, так, честно говоря, а просто они решили, что зачем платить меньше, если можно заплатить побольше, да, и получить у преподавателя премиум, это как многие люди ездят, я не знаю, там на бизнес-классе, только на такси, и никакой другой не признают. Но 40% хотят все-таки что-то специализированное, и нам важно, чтобы мы могли обеспечивать эти 40% настоящий целевой премиум-трафик необходимым обучением. У детей немножко другая ситуация, есть премиум-кидс тоже, это подготовка к ЕГУГ, мы сейчас тоже вывели этот продукт в премиум, и повысили за него существенно достаточно оплату, раньше этого не было, потому что действительно подготовка к ЕГЭ – это довольно серьезный труд, это такая же подготовка к экзамену, как к международному. Да, у нас есть еще подготовка внутри китсов, но это, правда, пользуется сильно меньшим спросом к Young Learners Exams, но, правда, там не очень много запросов, но если есть такой опыт, и вы можете к кембриджской линейке YLE готовить, это просто вот welcome, welcome, мы вас с большой радостью заберем, потому что это действительно редкие кадры, которые могут, хорошо знают это. Тоже нужно высшее образование, здесь уровень языка допускается и B2+, потому что, ну, все-таки дети, количество детей, у которых уровень аппер, оно, ну, совсем небольшое, к нашему большому сожалению, там абсолютное большинство, там 75% всех – это LM Pre-Intermid, ну, вот это вот по детям. Ну, и опыт преподавания либо 3 года, либо 2 года только с детьми. Это то, что касается премиум направлений. Теперь давайте про деньги. Значит, вилки, как вообще выстраивается вознаграждение Skyeng, то есть из чего оно состоит? Здесь есть Тамара, она точно знает, я, если еще могу вам насочинять чего-то, но я не буду этого делать, то Тамара меня поправит, потому что она является преподавателем, я тоже, кстати, являюсь преподавателем школы, у меня целая одна ученица есть. Вот, вилки колеблются очень сильно, в зависимости от направления, и в зависимости от уровня языка, и стартовые, стартовые – это стартовая вилка 275-450. Конечная вилка, да, это 440-560. Вот, если у вас ученики с вами долго находятся, то там за каждый шаг в 20 уроков ставка, сумма за урок повышается. Почему так? Потому что нам не надо тратить деньги на привлечение этого ученика. Мы всех учеников на рынке точно так же покупаем, поэтому, как бы, если нам не нужно покупать учеников, то эти деньги мы можем инвестировать, реинвестировать обратно в преподавателей. Почему нет? Это что касается вилок. По другим предметам они несколько другие, они похожие, но несколько другие. Но если есть вопросы по другим предметам, по другим форматам, то здесь был, кажется, вопрос групповые. Групповых у нас сейчас нет уроков. Да, мы их закрыли как направление, потому что было слишком много сложностей. Я не знаю, что такое 270, если честно. Здесь был вопрос, зачем мне получать... Ну, вот там 270, я тоже не знаю, откуда сумма, но если я как репетитор беру 1300. Хороший вопрос. Если вы как репетитор, ваш урок стоит 1300, у вас наработанная база учеников, их очень много, вам не нужно их искать, у вас прекрасный стабильный доход, то на ваш вопрос я честно могу ответить, зачем и вам, незачем. Честно. Вот это мой честный ответ. Если у вас все прекрасно, здорово. Я знаю репетиторов, которые еще и... Ну, которые тоже, в общем, берут довольно большие деньги, особенно, если вы титчер-принер, с которым вы занимаетесь, вообще прекрасно. Но если вам не хочется прокачивать собственный бренд, вы не хотите вести страницу в Инстаграме, заниматься СММом, поиском учеников, расположением себя на платформе, звонками, получением оплаты, оформлением, легализацией полученных средств, вот этой всей мутью, которой занимаются репетиторы, ну, конечно, вы можете просто принимать людей дома, получать от них кэш и чувствовать себя прекрасно. Ну, не то чтобы это очень законный способ, но тем не менее, вот так многие делают. Но если вы не хотите, вы хотите только преподавать и больше ничего не делать, и вообще ни о чем не заботиться больше, ну, просто вот открыли 18.00 урок, провели его, 18.50, у нас уроки 50 минут, закрыли компьютер и забыли об этом, да, просто получили удовольствие от общения с учеником, и больше все мимо. Ну, тогда, наверное, мы вам подходим. Вот. 275 – это минимальная абсолютная цена, да, это вот минимум, да, в течение, примерно через два, через полтора месяца она превращается в 305, это если минимум, да, то есть каждые два месяца она увеличивается на 30 рублей за каждый урок. Да, и это еще не все, да, это первая часть, это базовая, это база, да. Следующий блок, из которого состоит вознаграждение, это бонусная часть. Бонусная часть в английском языке практически во всем это количество уроков с одним учеником, чем больше количество уроков, тем больше стоимость. И стоимость увеличивается за урок на 40%, если ученик с вами долго. Там есть лестница, лестница немножко варьируется от курса к курсу, но там до 40% увеличения тоже вполне вероятно. В премиуме базовая 450 и увеличивается до 560, тоже как бонус. Дальше у нас есть бонус за перформанс. Буквально вчера мы сделали небольшой апдейт по этому поводу. Если вы проводите в школе 100 уроков, то получаете еще плюс 5000 рублей. И если вы проводите в школе 150 уроков в месяц, то еще 10 тысяч рублей. То есть стоимость урока увеличивается, соответственно, на 50 и на 66 рублей, если вы ведете их много. Мы понимаем, что мы конкурируем за время с другими делами, с другими платформами, и поэтому готовы за это заплатить. Это вот то, что касается бонуса за перформанс. И есть еще разные бонусы за... Ну, такие приятные, скорее. Провели тысячу уроков, тоже небольшой бонус получили. Есть еще дополнительные всякие возможности по деятельности в компании. Методисты тренировочных уроков нам периодически нужны. Методисты контента. То есть есть возможность и роста. Я тоже, в общем, пришел в компанию и с преподавателем. Подросток, так сказать. В среднем, да, давайте, в среднем... В среднем... Сколько... Средняя начисленная... Давайте так. Средняя начисленная стоимость одного занятия. Понятно, что это средняя температура по больнице, но, тем не менее, это 371 рубль. Бонус за перформанс это... Почему? Нет. Бонус за перформанс это ежемесячная. То есть 100 уроков в месяц проводите, каждый месяц получаете по 5 тысяч. Как подтвердить опыт для премиум? Ну, первое, если у вас есть сертификаты, прекрасно. А вообще мы проверим это на тренировочном уроке. Разными каверными вопросами. В премиуме ниже 450 точно нет. У меня есть группа, мне нужна платформа, могу вашей воспользоваться. К сожалению, нет. Нет, потому что групповые уроки мы отключили. Этот функционал больше не поддерживается. В образовательной... Мне кажется, или в общеобразовательной школе я получаю больше? Ну, Ксения, я не знаю. Может быть, если вы директор общеобразовательной школы, наверное, вы получаете больше. Можно здесь добавить про бонусы и про общеобразовательную школу. Здесь нужно понимать такой нюанс, что мы сейчас не говорим про... Мы говорим именно про сотрудничество. То есть, если вы хотите работать 12 часов в неделю, работайте 12. Если вы хотите работать как будто бы вы на полной ставке, пожалуйста. Это все очень... Разница, скажем так. Дальше. Это действительно удобный функционал, если вы преподаете, например, в общей школе или где-то в университете. Это удобный функционал для того, чтобы добавить свое расписание. Это первый момент. Второй момент. По работе в школе. Я не знаю, я никогда не имела опыта работы именно в общей школе, в государственной. Но я имела опыт работы в частном лицее, достаточно известном. Я не буду называть названия. Ну, там выходило... Я могу называть количество вилок в час? Ну, если вы не будете называть название лицея, в котором работали, то, конечно. А то это будет... Ладно, я не буду называть название вилок в час, но было меньше вилок в час, чем вот то, что в общей школе здесь. Поэтому я знаю, что в общих школах вилок еще меньше. Это тоже простая математика. Потом нужно понимать, что Антон говорил про общую школу и говорил про премиум. Это немножко разные отделы. И на самом деле там есть еще бонусы именно финансового характера. Ну, Антон не назвал, но ладно. Но я как преподаватель говорю, что они есть. И поэтому, я не знаю, могу ли я так назвать, но в месяц я знаю, что у многих преподавателей могу назвать, сколько вилок может получаться бонусами? Я думаю, что да. Ну, вот я лично знаю некоторых, у которых может стабильно выходить больше 20 вилок бонусами. С учетом большого нового бонуса. До 20 тысяч. Мы тысячи заменяем словом вилки. Ну, что, совсем предкорректно. То есть я знаю. Точно. Поэтому особенно вот с новым перформанс, который бонус, это запросто. Так, давайте еще посмотрим на вопросы, которые есть. Да, ну, то есть у нас еще есть там бонус в премиуме, например, за продление обучения, тоже вполне себе. То есть это тоже еще добавляет. Если разделить бонус на средний пакет, то это еще где-то выходит по 60 рублей за урок. То есть, ну, средняя цена, средняя стоимость урока по школе, да, в премиум-отделе, вот я прямо сейчас смотрю финансовый документ, это где-то 561 рубль. Ну, в общем, довольно неплохо. Если брать все вместе. Так. Я уже веду русский в SkySmart, и можно ли параллельно преподавать английский? Да, можно. Единственное, что пока можно преподавать английский только детям, потому что мы переезжаем. У нас две платформы, одна для взрослых, одна для детей. Мы пытаемся их сейчас синхронизировать. Поэтому ввести, например, русский детям и английский взрослым пока получится только если у вас два аккаунта, но скоро мы это исправим, и можно будет вообще по-всякому это делать. Более того, если вы ведете у нас два предмета, ну, допустим, русский и компьютерные курсы, или там математику и физику, то сумма уроков суммируется. Да, вы, например, 45 провели здесь, 55 здесь, и у вас в общей сложности получилось 100, и вы получите бонус за количество уроков. Дальше. Сложно ли устроиться на работу, если опыт работы преподавания небольшой? Начать сотрудничество не могу сказать, что... Ну, то есть, сложный вопрос. Если вы покажете себя великолепно на ACV, у вас прекрасный уровень, и у вас отличная, не знаю, эмпатия, soft skills, и вы немножко так знаете метод... Даже не то, что знаете на уровне теории, но владеете методикой, то вполне может быть. Ну, то есть, не могу сказать, что мы прям вот... Нет опыта, сразу до свидания. Наоборот, учить проще, чем переучивать, и сложнее нам работать как раз с преподавателями, у которых 30 лет опыта, например, вообще в общеобразовательной школе. Вот тут бывают иногда сложности прям серьезные. Плюс у нас есть отдельный отдел, отдельный отдел, который называется Teacher's Training Center, и там есть обучение вот от и до, и по методике, и по технической части, и по административной, вообще все, что угодно, все есть в TTC, поэтому мы... Ну, фактически курсы TTC – это там TTC4, ну, если сравнивать, да, то есть фактически мы даем педагогическое образование, причем такое, которое на самом деле, а не вот Нильва Давидовича Щербова читаем. Хотя большого уважения, по Круглотскому, это тоже прекрасный человек. Вообще ко всем классикам. Дальше. Кто принимает решение, с какими учениками я могу заниматься? Возраст и уровень, да, вы можете выбрать сами, мы будем очень вам рекомендовать. То есть мы будем вам говорить тоже. Здесь решаете в конечном счете, конечно, вы, но мы оставляем за собой право рекомендовать вам, куда мы можем вас пригласить. Либо по вашим, скажем, скиллам, куда вы наиболее, по портрету, да, куда он наиболее подходящий, либо просто по необходимости. Да, у нас иногда, ну, там, количество детей, которые приходят учиться, огромное, и нам нужны преподаватели туда, и мы будем вас очень просить пойти работать с подростками, например. При первичной регистрации указало время урока подписания за занятие согласно требованиям, минимальное количество часов было, учеников не так и не подобрали, с кем связаться с такой ситуацией, в чем может быть причина. Если вы на адаптации, то с наставником, если не на адаптации, напишите в канале, в Slack, тегните своего комьюнити-менеджера, мы посмотрим, что происходит с вами. Какая причина? Не могу сказать. Причины могут быть разные. Можно ли через inbox сделать демонстрацию экрана своего компьютера? Скриншер, насколько я знаю, уже теперь всем доступен, да, Тамара, или нет? Да, можно, можно, можно. Следующий вопрос. У меня, так, у меня два года назад был опыт Sky, стапка была мизерная, что-то поменялось, как-то не бьется 100 тысяч, мой опыт. Да, два года назад мы, скажем так, схема нашего вознаграждения была не совсем такой же, как сейчас. Про 100 тысяч, да, ну, конечно, для того, чтобы зарабатывать такую сумму, мы, люди проводят довольно много уроков, но при средней ставке в премиуме, там, около 550-560 рублей, в общем, вполне посильно. Конечно, уроков, правда, много для этого нужно. Тут нечего лукавить. Какая средняя, общая средняя 370? По школе, сколько, это сколько часов? Не понимаю вопрос, без контекста. Good day, do you accept native speakers from Africa? Yes, we do. Yes, we do. South Africa, Zimbabwe, welcome. Ghana, no problem, Nigeria, okay. Как попасть, как попасть в премиум? Как попасть в премиум? Ну, если это этап вводного интервью, то мы предложим вам, если нам покажется, что ваш опыт релевантен этому, ну, и можете уточнить еще о методистом тренировочном уроке. А можно, пожалуйста, замьютиться Александра, пожалуйста. Алина, вы можете нам помочь, наверное, и да, спасибо. Если вы, да, это что касается попасть с обхода, если вы уже наш преподаватель, то мы раз в два, в три месяца, когда есть такая необходимость, запускаем обучение на премиум нужно соответствовать тем же самым критериям, которые я описал чуть выше, но еще иметь рейтинг. У нас среди преподавателей есть рейтинг, Б, С, вот нужно попадать в категорию А или Б. О том, что такое критерий рейтинга, ну, те, кто с нами сотрудничают, знают, те, кто нет, ну, довольно сложно будет, слишком будет муторно объяснять. Но, правда, ничего сильно страшного в нем нет, просто нам нужно как-то понимать, кто из преподавателей, на кого мы можем рассчитывать в первую очередь, а на кого, скажем так, не в первую. Как опыт преподавания подтверждать? Ну, на тренировочном уроке, безусловно. Если у вас есть какие-то документы, сертификаты о пройденном обучении, Монтасол, ТЕФЛ, ТОИК, все это приветствуется и очень здорово. Но, понятно, что мы до конца, если вы работали онлайн-репетитором, мы не можем проверить ваш опыт, абсолютно большинство преподавателей записей в трудовой книжке не имеют, потому что на всех онлайн-платформах это никак не подтверждается. Направление на технический английский да, есть. Правда, ну, technical English как таковой, пожалуй, нет. У нас там дифференциация довольно большая и глубокая в этом смысле есть, но есть. Есть ли направление по улучшению произношения? Курсы есть, но отдельно фонетикой, то есть, отдельно фонетикой мы скорее не занимаемся ни суперсегментной, никакой, не произношение, ну, то есть, произношение входит в рамки general курса, но есть, там есть дополнение именно по произношению, там есть курс, сейчас, был во всяком случае, я просто так с бигинерами не особо работаю, сейчас, секунду, я прям проверяю, был, был, был он где-то. Есть, 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 точно знаю, Даниэл Стоянова был такой у нас методист, мы делали его под вузы сначала, он называется Just Speak, Just Speak, да, 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 вот, да, есть, есть, но не могу сказать, что он пользуется невероятной какой-то популярностью, и, ну, в добавление к general, конечно, мы берем, там, там, есть очень много разных курсов, и отдельно грамматика, отдельно вокабуляр, и мы уже комплектуем уроки, то есть, и существует такой индивидуальный подход, мы уже комплектуем то, что нужно, и берем любые материалы, если вы открыли какой-то урок, вот как я демонстрировала платформу, это не значит, что это все, это вот вы поставили урок, и вы его, кровь из носа, должны провести, вы от разной ситуации, там, студент зашел, говорит, нет, я сегодня там, мне надо к собеседованию готовиться по работе на понедельник, вы можете взять и переиграть просто урок, перейти к другой, к другому курсу, к другому занятию, не составляет проблемы. Так что. Ага, да, ну, с фонетикой курсы есть, да, прям вот направление, как это, как на первом курсе у филологов из фонетика, но с такой потребностью к нам люди обычно не приходят. Про специализируюсь на подготовке учащихся к ЕГУГ уже более трех лет, результаты высокие, можно ли устроиться только на данное направление? Да, можно, 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 и ЕГУГ это премиум направление, поэтому, и востребованное, мы очень, конечно, все жили ожиданием, что в 2022 году ЕГЭ по английскому будет обязательным, такие разговоры ходили на уровне Министерства просвещения, но куда уж теперь. Но тем не менее, ЕГЭ по английскому все равно сдают, и сдают довольно много сейчас, поэтому да, можно. Расчеты по простой математике, ну, вы делите просто сумму на ставку, не считая бонусы, поэтому не совсем корректно, для того, чтобы зарабатывать 60 тысяч, нужно проводить где-то 130-135 уроков в среднем. Много, да, согласен, на обычном направлении и порядка там 100-110, ну, около 100 уроков, чуть меньше может быть на премиуме. Есть ли какие-то внутренние тренинги? Да, есть, безусловно, я уже сказал, что мы практически тикетии умеем, то есть наша программа это программа тикетии де-факто. Могу ли я приводить своих учеников на платформу? Мы не работаем как сервис, ну, условно, как айтоки, например, да, вот просто есть какая-то витрина, есть какая-то комиссия и вы делаете со своими учениками все, что хотите. То есть по модели, вот такой модели, как бы вы берете в аренду платформу и работаете с учениками и платите какой-то процент, такая модель у нас не существует, но если вы приводите ученика на платформу, то вы получаете бонус за него и можете сами с ним работать, а можете не работать с ним, если это ученик, которого вы, не знаю, привели на математику к другому преподавателю. Все равно это как бы реферальная программа и бонус за него вы получите. Интересно было бы Skyeng выйти за рамки только обучения английскому. Давайте обсудим не очень тематическое обучение на английском, ну да, есть, понимаю, о чем вы говорите, ну окей, можно об этом поговорить, но, наверное, не в рамках этой встречи. Если на адаптации открытия 15 часов, как быстро набираются ученики, есть ли гарантия 100%, что наберутся ученики на все 15 часов? Нет, гарантии нет. Зависит от того, зависит от того, когда у вас открыты часы. Если они открыты в 2 часа ночи, например, то вряд ли. Мы для начинающих преподавателей на еженедельной основе публикуем информацию по горячим часам. Мы очень хорошо понимаем дисперсию спроса. Условно, многие ученики, там взрослые, например, они в основном учатся с 18-12. Вот этот промежуток для них является прайм-тайм. У детей пораньше начинается. Чем меньше ребенок, тем раньше начинается прайм-тайм. Выходные это там примерно с 10 утра до 12 часов. В пятницу вечер и суббота утра почти мертвые зоны. Там количество учеников, которые хотят в это время, минимальное. Поэтому чем больше уроков в прайм-тайм, тем выше вероятность того, что они заполняются. И еще там есть несколько советов по тому, как заполнить расписание. Например, выставлять консистентные часы. Если у вас есть урок во вторник в 7, то круто, если есть урок в четверг в 7. Потому что люди обычно имеют график в одно и то же время в разные дни. Как часто выплаты? Раз в две недели. Так, какие есть еще вопросы? Пропущенный урок оплачивается. Если это вопрос, то ответ да. Учеником. Если урок пропустил ученик, то да. Если пропустил преподаватель, то конечно нет. ТСОЛ и опыт преподавания детям более трех лет дает возможность работать в первом кидс. Как таковой просто ТСОЛ и опыт нет. Нужно провести тренировочный урок. Если тренировочный урок прошел хорошо, то да. You're welcome. Если ученик не явился на урок, оплата урока учителю хотя бы в каком-то проценте сохраняется. Да, базовое вознаграждение выплачивается, если ученик не явился. У ученика есть возможность отменить урок заранее, за 8 часов до урока в обычной школе и за 4 часа в премиуме. Если он этого не сделал и просто вы сидели, ждали ученика, а он не пришел, то базовое вознаграждение выплачивается. Преселта дает возможность перейти на премиум. Все сертификаты дают большое преимущество при переходе на премиум. Вот что я скажу. Куртации тоже в премиум оплачиваются. Да, конечно. Да. Время прайм-тайм кит с 15 до 20. Да. Да, я бы сказал, что с 15 до 20, потому что старшеклассники учатся в первую смену, они приходят домой. У нас абсолютное большинство учеников это европейская часть России, то есть там московский часовый полис и где-то с 15 у них начинаются занятия. Про практику. прийти на практику да, но документы мы вам скорее всего не сделаем, которые нужны для практики. Потому что либо мы работаем с ВУЗом и массово делаем эти документы, у вас был такой опыт, но в индивидуальном порядке боюсь, что нет. То есть там направления вот эти все, вся эта бухгалтерская, не бухгалтерская, юридическая, документовическая штука, она, конечно, ну, да. Прийти преподавать да, но это будет не практика. Да, с практикой все очень... Мы с ВУЗами друг друга не понимаем на уровне документов. Мое высшее образование не является педагогическим или психологическим. Я закончил инвестический университет, но специальность маркетинг. Есть как подготовка к ЕГОГ. У нас довольно много преподавателей не имеют профильного педагогического образования. И я бы сказал, что это нормально. Это может для стороннего человека показаться чем-то ужасным, но мы много работали с ВУЗами. Я могу вам сказать, что до тех пор, пока... Вот честно, не хочу никого ни обидеть, ни оскорбить. До тех пор, пока в педагогические ВУЗы будет вот эта отрицательная селекция и никуда не поступил, пошел в ПЕД. Очень, очень, очень тяжел. Я не буду называть ВУЗы, с которыми мы плотно работали, а мы плотно работали с некоторыми педагогическими ВУЗами в рамках практики тоже, но... не знаю, преподаватели, которые имеют за плечами опыт образования и не знаю какой-нибудь там путей сообщения университета и жили за границей и преподавали там, они, в общем, на занятиях показывают себя не хуже, чем выпустившийся какой-нибудь выпускник какого-нибудь педагогического университета с буквой даже М иногда. Если есть небольшой опыт преподавания, каков шанс устроиться? Ну, вероятность процентного отношения я вам не подскажу, но если вы прекрасно проявляетесь на... Самое главное тренировочный урок. Показывайте себя на нем классно, мы во вторую или в третью очередь будем смотреть на то, какое у вас образование. Можно ли перенести время урока договориться с учеником? Да. Если вдруг надо будет по обстоятельствам, если он будет согласен, то как это сделать? Легко, через расписание, просто ученик угарки во вторник 10 не могу, давай выберем какое-нибудь время, например, подходит ли вам во вторник 12, да, подходит, отлично, две кнопки нажали, перенесли урок, все. На постоянной основе тоже можно, да, если самостоятельно не получается, можно написать службу, службу перенесет. Субтитры сделал DimaTorzok